Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео будет небольшим дополнением к позапрошлому видео, где я рассказывал про режимы энергосбережения. Если не смотрели, ссылка есть в описании и в подсказках. Там я рассказывал про выход из режима сна по внешнему прерыванию. И чтобы не сложилось мнение, что можно выйти только по внешнему прерыванию INT0, INT1 и так далее, что весьма ограничивает нас в количестве используемых ножек, то сегодня покажу, как можно выводить микроконтроллер из режима сна по прерываниям PCINT, о которых я очень подробно рассказывал в прошлом видео. Ссылка также в описании и в подсказках. Это позволит нам выводить микроконтроллер из режима сна практически с любого пина, так как прерывание по смене сигнала на пину большинства современных VR микроконтроллерах, поддерживается почти на каждой ножке. Схему на макетной плате я буду использовать ту же самую, что использовал в видео, посвященному режимам сна. Напомню, тут при подаче питания на 5 секунд включается красный светодиод, потом он отключается и микроконтроллер переходит в режим сна. А зеленый светодиод включается, когда микроконтроллер у нас пробуждается после нажатия на кнопку, подключенную к шестой ножке, которая у нас как раз и связана с прерыванием INT0. Переподключим кнопку ко второй ножке, которая у нас PB3 и соответственно поддерживает прерывание PCINT3 и перенесем сюда же подтягивающий к питанию резистор на 10 кОм. Сам скетч взятый из видео про режимы сна тоже немного видоизменим. Настройку режима сна оставляем как есть, а ниже вместо разрешения работы прерывания INT0 разрешаем прерывание PCINT и указываем, что мы будем работать с прерыванием PCINT3, так как кнопка у нас подключена к PB3. О работе с данными регистрами я подробно рассказывал в прошлом видео. И в конце скетча меняем вектор прерывания с INT0 вект на PCINT0 вект. Загружаем скетч в ATATINI 13, добавляем ATATINI на макетную плату и подаем питание. Зажигается у нас на 5 секунд красный светодиод, он гаснет. Нажимаем кнопку и пробуждаем микроконтроллер, о чем нам радостно сообщает зеленый светодиод. Выполняется у нас некоторое действие и микроконтроллер снова погружается в сон до следующего нажатия кнопки или вместо кнопки получения сигнала от какого-либо датчика. Также мы можем добавить к схеме еще одну кнопку. Подключим ее к третьей ножке микроконтроллера. Это у нас порт PB4. Добавим к скетчу возможность работы с прерыванием PCINT4. Загружаем скетч, устанавливаем микроконтроллер и также подаем питание. У нас опять же вначале включается красный светодиод и далее мы можем пробуждать микроконтроллер любой из кнопок левой или правой. Результат одинаков. В обоих случаях на 5 секунд включается зеленый светодиод и он гаснет. А уже в коде скетча мы можем определять какая кнопка была нажата и выполнять разные инструкции как я показывал в прошлом видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео.